Hi guys! Welcome back to my channel! И сегодня мы разберем этот огромный хлам в этой комнате. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать! С вами снова я, Маша, и сегодня у нас тотальное расхламление нашей съемной... Съемной... Съемочной комнате! Мы ее не снимаем, как бы мы в ней снимаем, так что это съемочная. Отойдите, пожалуйста, назад и посмотрите на этот всеобщий всемирный хаос, который здесь творится. Кто, конечно же, мои славные пупсики и смотрел мои влогмассы, те знают примерно об этой ситуации. Но я думаю, что не все мои подписчики смотрели все мои влогмассы и все новогодние влоги, так что не все, наверное, в курсе, что у нас тут происходит. Для тех, кто не знает, это наша такая комната, в которой мы вообще снимаем видео. Мы это делали в прошлом году, очень много месяцев. У нас вот здесь вот стоял стол, это был наш фон, эта стена тоже была наш фон. И также здесь хранится техника. Ну, тут всякие провода, чтобы вот это вот все заряжать. И тут очень много проводов. Настолько много проводов, что, честно, я их уже не замечаю, как будто это продолжение вообще комнаты. То есть по ним можно ходить вот так. Ну, аккуратно, конечно, но их реально очень много. Также у нас, конечно же, есть самый главный проверяльщик. Это Фунтик. Он тут закопал очень много своих игрушек, очень много вкусняшек. Потому что он помнил, что в этой комнате очень много хлама, и мы не найдем все, что он тут прячет. И сейчас он вспомнил о том, что он тут что-то закопал, и начинает это видеть и искать. Вы думаете, он просто так тут ходит? Нет, он где-то что-то закопал. И пытается вспомнить, где и что. Как вы видите, новый контент не заставил себя ждать. Так что, ребята, буду рада вашей поддержке в виде лайка. А также заходите на мой главный канал, Маша Zoom. Там вас будет ждать новое видео, где я расхламляла туалетный столик. Так что после просмотра этого видео, скорее идите туда. Ну а чем мы сегодня займемся? Во-первых, расскажу, что вообще тут планируется в дальнейшем. В дальнейшем тут должна быть классная комната. Но для этого у нас еще не хватает мебели. Но из новой мебели здесь есть уже комод 1 и комод 2. Я об этих комодах мечтала, наверное, столько лет, сколько я на ютюбе. Лет так 4-5. Это комоды Алекса из Икеи. И в них очень удобно хранить канцелярию, косметику, что-то для ногтей. В общем, всякое такое мелкое. Потому что смотрите, сколько тут ящичков. И они у меня как раз-таки для вот этих вот всяких разных штучек. Но в эти комоды, к сожалению, мы в этом видео ничего складывать не будем. Вот когда мы здесь приберемся, возможно, одним из следующих роликов будет захламление комодов. Так что не пропускайте. Наша главная задача сегодня вынести абсолютно все то, что здесь не должно лежать. А это очень много попыток. Которые прям новые, где они пошорканы. Ну, в общем, которые хорошего, отличного качества. В хорошем состоянии я их раздарила. И это то, что осталось. Это два больших чемодана. И один контейнер. Вот этот чемодан не выдержал. Разорвался. Поэтому у меня сзади вообще лежит чемодан для него. Покажи. Вот он белый. А в этом чемодане стоит напольная вешалка. Чтобы вы понимали. Из гардеробной. Атмосфера. У нас там есть стикеры, токеры, бравлы. Возможно, еще что-то. Также с недавних пор у нас здесь появился он. Комод нашей мечты. Это наша бывшая стойка. То, что было здесь сверху, мы продали. За бесценок отдали просто. А это, в принципе, в хорошем для нас состоянии. Но в плохом состоянии ты уже никому не продашь. Но для нас это состояние пойдет. Я тут какую-нибудь штучку наклею. И будет красиво. Ну и практично. Да, да, да. Здесь вообще кухня. То есть тут гречка. Сахар. Вы такого вообще нигде не видели. О, сто процентов. В этой комнате просто несоизмеримое количество вещей. Никак между собой не пересекающиеся. Накладные ногти. Одежда для собак. Вы понимаете? Она та вообще машинке Hot Wheels, которые Денис коллекционирует. Но мы их трогать не будем. Но они здесь, в этой комнате. А еще есть собака. А еще есть Lego Edwin календари. Вот их я первыми приберу, чтобы как бы не наступить на них. В первую очередь я... Блины пожарим. Обогреватель, кстати, есть еще. А журавля надо? Это я слаймы снимала, когда раньше. Мне Денис этот журавль ставил. Камеру ставил. Я слаймы вам снимала. А это заяц. Рум-тур по комнате. А это я решила, что красиво. Не, ну реально красиво. Первым делом я предлагаю всю технику убрать сначала. Ну давай. То есть смотрите, у нас есть вот такой удлинитель. Давай вот сюда все уберу. Как раз у тебя тут корзинка есть. А знаете, что самое интересное в этой корзинке? Грязный носок. Он грязный. Это какой-то Денис себе люксовый провод купил. Смотрите. Кайли Дженнер отдыхает. Вот это все мы пока тоже спрячем. Мы к этому вернемся, конечно же. Это я уже декор в эту комнату купила. Я молодец. Главное купить декор. Так, уберем вот это вот на место. Кстати, тут я прибиралась. Смотрите, как красиво. Клей, выпей баночку, соплей. Кстати, нам нужно взять мусорку. У нас здесь нет мусорки. Мусорка. Первая наша здесь сегодня. Это из адвент календарей. Это пока сюда. Ногти. Помните, я вам говорила, что если я не воспользуюсь этой формочкой в декабре месяце, я ее выкину? Я не воспользовалась. Держу свое слово. Я думаю, нам эту стойку надо будет разобрать и оставить до лучших времен. Вот мы и добрались. Капец, они тяжелые. Ребята, кому нужны попытки, пишите. Я вот сюда хочу их кому-нибудь раздарить и просто не знаю, честно говоря, кому уже. Кому можно было, всем подарила. В общем, что, складываем попытки. Все, ребята, готово. Это очень прочный бокс должен быть и, по идее, не должен прываться. Итого у меня получилось ровно два чемодана с попытками, которые из этой комнаты должны прямо сейчас исчезнуть. Ты их унесешь. А теперь мы берем вот такую вот классную пленку, холодную, потому что она была на улице, и заматываем бравлов, чтобы они были в целости и сохранности. Если вдруг они окажутся где-нибудь в облаженном помещении, чтобы коробка не отсырела и все было чекипут. Вообще, это сложно. Очень сложно. Надо обмотать в несколько слоев. Готово. Ставим сюда. Теперь мы берем коробочку тикеров, токеров. Ребята, тут целый пакет нераспакованных скрипышей. Что будем делать с ними? Потом я упакую. Через 50 лет. Оставляем и запаковываем тоже. Все готово, ребята. Мы обмотали скрипышей, бравлов и тикеров-токеров. Но тикеров-токеров мало, там в основном все скрипыши. И мы сейчас убираем на площадь возле лестницы, а потом уберем куда надо. Дальше у нас по плану что-то сделать вот с этой вот вешалкой. Как видите, здесь много таких замечательных плечиков. Я вот чуть-чуть их отвешу себе и уберу в гардеробную. А вот это все нам нужно будет куда-то убирать. Ну, я знаю, куда мы уберем, мы это все потом разберем и уберем в хусблок. Или продадим. Плечики, знаете ли, в цене растут. Так что их надо хранить. Это инвестиция. Вообще все товары из икеи в цене растут. Это тоже инвестиция. Поэтому вешалку прорывать не буду. Через 5 лет она будет стоить как... Комод. Да, как комод. Мы убрали напольную вешалку в соседнюю комнату. Надеюсь, мы ее потом уберем вообще куда надо. И уже становится свободней. Можно ходить. Этот комод остается здесь. Но мы полностью будем менять его наполнение. Но об этом чуть позже. Сейчас моя главная задача решить, что делать с микроволновкой. Вот это неожиданный момент. Я забуду, что есть микроволновка. Я не знаю. Она у нас вообще для лайфхаков. Потому что тут комната для съемок. И много лайфхаков с микроволновкой. И вот у нас есть микроволновка. Но это не специально она появилась у нас? Почти специально. И у нас есть огромный просто гигантский стол. Давай его Арсению и подарим. У Арсения в скором день рождения мы хотели ему подарить новый компьютерный стол. Мы как раз выбирали, смотрим, что-то все дорого, свое подарим. Но возможно он мне и нужен. Он пока остается в этой комнате. Это ежу, понятно? То есть, чтобы его отсюда убрать, надо все сначала. Надо все разобрать его. Ну я вообще знаешь, что хочу сделать сейчас? Просто так его нельзя сменить. Да, тогда он не выйдет из комнаты. То, что лежит на этом столе, это все Дениса. И я просто хочу, чтобы он просто это взял и убрал на свой комод. Камера. Давай я домик зажгу хоть. О, он работает. Фунтик, смотри. Ваши слова. Спасибо. Не думал. Задекорировали. Ладно, сейчас дадим немножечко волю фантазии Дениса. Он все сделает по красоте. А я пока здесь что-нибудь поделаю. А я и тут такая вся. Ну делай. Мы тебя разоблачили. Мы только что, он сам показал. Мы нашли его закопку. Вот такую косточку. Пойдемте поближе. Вот здесь. Вот так она торчала. Прикиньте, в кресло прям закопал. Я в шоке с него. Отдай снова. Моя будет. Все, моя. Я ее в косметичку положу и буду обсасывать, когда мне будет скучно. Берем ее вот так вот и убираем. Аксио не достанется никому, потому что реально я буду жевать я. Что мы сейчас делаем? Мы включили гирлянду, чтобы было красиво. Надеюсь, вам нравится. И Денис занимается расхламлением своих проводов. И вот смотрите, какая там большая гора. Вот реально одни провода, одни провода, одни провода. Знаете зачем? Чтобы все заряжать. Чтобы зарядить весь этот мир. Комод целых зарядках одни. Да, там реально вот комод, там вообще одни зарядки лежат. Там заряжаются батарейки, свет, звук, мопщики, пауэрбэнки, ну и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас закончится окончательно эра слаймов. По крайней мере тех, что у меня остались, тех клеек, потому что здесь осталось все то, что только портит. Вот эти клея, они очень сильно окрашивают руки, поэтому я их напитываю. Вот этот клей, он уже во что-то превратился, смотрите, он просто задубенел. Сам превратился в слайм. Это просто клей ПВА, я его, может быть, оставлю как клей ПВА. Нам нужен клей ПВА. Ну бывает, надо нужен. Окей. Вот эти клея отстойные. Нет, нету Элмерса. Ну чуть-чуть вот есть. Вот этот клей тоже руки жесть как окрашивает. Вообще я все хотела взять и выкину. Что-то уже тут оставляю опять. Центраборат натрия, мне кажется, он уже испортился. Да, прикиньте, он до января 2022 года. Смотрите, у него даже в этом месяце прошел срок годности. Чудеса. Этот клей тоже, смотрите, уже весь зажелировался окончательно. Поэтому вот так вот берем это все. Ура, у нас есть новый контейнер пустой. Вот эти парочку клеев я оставлю. Мне 100% надо под канцелярию комод, потому что у меня много канцелярии, и я ее нигде не храню. Она у меня хранится везде и нигде одновременно. Здесь немножко, там немножко. Она в этом комоде сейчас лежит. Она лежит немножко в тех местах, в которых не должна лежать. Мне нужен комод под канцелярию. А вот этот шарик мне нужно брать в ванную, потому что он не для массажа, а для того, чтобы стирать. Что мы вообще сделали? Мы, как видите, поставили там комоды. Они там не навсегда, вроде бы как. Они там пока что стоят временно. Я бы хотя бы посмотрела, как они стоят у той стены. Потом, скорее всего, один комод будет стоять слева от туалетного столика, а другой, скорее всего, справа. Но я, по крайней мере, так планирую. Вообще, скорее бы пришел бы туалетный столик, чтобы я поняла, какого он размера и сколько в нем места. Потому что от этого зависит вообще все. Также мы поставили сюда стол, тут стоит микроволновка. Очень все весело. И я не знаю, что сейчас делать с этим. Мне как бы надо это разбирать. Я не знаю, куда это разбирать. Но это странно, что здесь хранятся кухонные принадлежности, но места на кухне нет. Надо разбирать кухню. Это самый тупой момент в уборке, когда ты вроде вот сделал что-то, и дальше не знаешь, что делать. И так, дорогие друзья, мы немножко привели в порядок нашу комнату. Конечно, не идеально, но на сегодняшний день нам пока что этого достаточно, потому что следующие шаги мы должны просчитывать более уверенно, более в чистой комнате. И в двух тапочках, а не в одном. Вспомните, как было здесь до, и вот что стало после. Здесь посередине есть свободное пространство. Мы можем бегать. Что мы и делаем с Фунтиком? Можем прыгать и шатать дом. Давайте я вам немножко покажу, что у нас в итоге произошло. Начнем отсюда. Здесь у нас немножко хлама больше стало, чем было, но зато все на своих местах. Здесь все кухонное так и осталось. Еще мы не знаем, что делать. Как только мы разберемся со всеми нашими полками, мы определимся, куда деть кухонные принадлежности. Дальше. Здесь у меня стоит все, что связано с ногтями. Здесь разные лаки. Здесь старые накладные ногти, которые у меня раньше были. Здесь все ногти с Шайна. Или Шейна, или Шайна, или Шин. В общем, Шайн. Идем дальше. Здесь у меня Двен-календарь Гарри Поттер. Еще с прошлого года. Он распакован, не подумайте. Здесь не с одного Двен-календаря про Гарри Поттера, всякие штучки, а с разных. Я просто тут все сложила, чтобы все хранилось. Его надо вот так кручить постоянно. Ну, в общем, его надо будет еще раз разобрать и, может быть, уже выкинуть. Не так его жалко, конечно, выкидывать. Здесь у меня стоит декор, который я поставлю, когда в комнате уже будет красиво. Этот ящик мы будем совсем скоро вместе с вами разбирать. Так что, ну, не буду сильно вам тут полечусь. Но тут у меня тут чехлы, клей, который мы с вами туда-сюда. Тут что? Лаки, халат, баксика. Кстати, его надо достать. И он сегодня мыться пойдет. Без суток я сейчас пойду мыть своих собак. Так что смотрите видео, как они купались первый раз в этом 2022 году. Ну, в общем, тут все понятно. Дальше комоды, которые ждут, наконец-таки, своего часа. Я их немножко украсила. Тут розовый стич, но комоды по-прежнему пусты. Вот я уже подготовила коробку, которая скоро отправится вовнутрь этих комодов. Стоит, тусуется. Тут у нас почти чистый подоконник. Это хорошо. Остался немножко декор, который не очень мне нравится. И я думаю, что с ним делать. И тут ничего не изменилось. Просто стало намного больше проводов, и все они в одном месте. Тут, в общем, все провода и мои крастибоксы. Это мои крастибоксы, которые вот новогодний. Маша Зум. Еще один. Это разные, если что, разные перевыпуски. Вот это самый первый, видите, самый грязный. Вот этот потом, а потом этот, а потом этот. У меня уже 4 вариации крастибоксов было, ребята. Это просто вау. Ну, в общем, все вот это вот, я думаю, временно. И тут я расставила 2 календари и лего сапожок. Вот такая уборочка у нас сегодня получилась. Надеюсь, вам, тем не менее, понравилось. Несмотря на то, что мы не убрались идеально. Ну, потому что если идеально, то это надо 5 дней. Да, это первый этап уборки. Так что, смотрите, наверное, будет целый плейлист. Называться будет комната грязи съемочная уборочка. Этап первый. Да, целый сериал про эту комнату вас будет ждать. И вот начните с этого видео смотреть. И через месяцев полтора, так два, включите видео про эту комнату. Надеюсь, они будут. И посмотрите, что с ней стало. Потому что планы у нас есть. В голове продумываются. Мы сейчас будем замерять пол. Нам нужно сюда купить ковер. В общем, планов много. Так что, ребята, подписываемся, пожалуйста, на канал. Ставьте лайк. Я буду очень рада, если вы нас будете поддерживать. Но мы вас очень любим. И, кстати говоря, могут видео про эту комнату выходить сразу на двух каналах. И на этом им за нас на новом канале тоже Машизум могут быть. Кто его знает. Так что следите, пожалуйста. Все, ребят, пока мои мопщики не уснули. Я сейчас им буду ванночку подготавливать и их купать. Всех вас любим и пока. Твое слово. Спасибо.